Студия 7 в эфире с вами Артём Руденко. Здравствуйте. Подростковый терроризм, подростковый суицид. Мы всё чаще слышим эти слова. Как вовремя разглядеть, что с ребёнком происходит что-то не то? Как помочь и поддержать? Поговорим с нашей гостьей, психологом Ириной Селивановой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Артём. А как вы думаете, почему происходит так, что подростки становятся террористами? Знаете, какого-то общего и единого, подходящего к каждой ситуации ответа, конечно же, его нет. Но мы знаем все такие тезисы, как «все мы родом из детства». То, что воспитание определяет участь человека. И в этом действительно есть определённая истина, самая-то главная, потому что основа отношения к себе, основа отношения к общественным нормам, правовым, нравственным, она закладывается в семье, она закладывается в детстве. Вот в какие годы она закладывается? Ну, здесь тоже важно рассмотреть всё с разных сторон. Вот, например, всё, что касается развития мозга, основной период, когда ребёнок понимает систему коммуникаций, когда у него закладывается способность критически мыслить, эмоциональный интеллект и так далее. Да, вот всё то, что самое главное в социальной жизни. Это период с 0 до 6 лет. Вот это такой, ну, это базовый период, самый главный, когда родители должны сделать упор на то, чтобы развивать вот эти основные направления в социальной ориентации ребёнка и взрослого человека в будущем. Это один момент. И второй немаловажный момент, когда именно с 7 и примерно до 12 лет, то есть до начала подросткового возраста, у человека формируются морально-нравственные ценности, установки на всю будущую жизнь. Вот этот период времени, вот примерно с 7 и примерно до 12, он, конечно, такой является фундаментальный с точки зрения ценностных ориентиров для человека. Поэтому, если мы говорим о том, почему подросток стал террористом, почему его поведение отклоняющееся от норм поведения, принятых в обществе, то, конечно, важно понимать причины. А причины у каждого подростка свои. Это может быть неблагополучная семья, это могут быть разного рода плохие отношения между родителями, которые сформировали в нём такое отношение. И это может быть как то, что ребёнок попал в какую-то среду, где сверстники отличаются вот точно таким же отклоняющимся поведением. Но вот это всё причины, а поводом, что движет подростками в этот момент? На мой взгляд, здесь тоже всё очень-очень, конечно, индивидуально. Но в основе любого поведения, отношения к себе и к обществу лежит такое понятие, как самоценность. Вот чем выше у человека чувство собственной ценности, самоценности, тем ниже вероятность того, что он начнёт что-то доказывать, совершать какие-то действия, собственно, отклоняющиеся от нормы. То есть это про самодостаточность, про внутреннюю самодостаточность, про чувство собственного достоинства. Это вот всё сюда же можно отнести. Поэтому чем лучше человек относится сам к себе, чем выше чувство собственного достоинства, и тем ниже вероятность того, что за любую двойку, например, подросток пойдёт доказывать учителю, что он как бы неправ, например. Вот, соответственно, это такой очень-очень важный момент. И ещё немаловажный момент — это способность принимать решения самостоятельно, сюда же можно критическое мышление отнести, и способность нести ответственность за свои действия. Вот эти моменты, они тоже являются такими важными, потому что дети, которые решаются, подростки, которые решаются на вот такое противоправное поведение, они мало понимают последствия своих действий, и эти дети, как правило, не способны экологичным для себя образом решать какие-то проблемы в своей жизни. Опять же, обвинять ребёнка в том, что он не умеет это делать, ну, было бы абсурдно, потому что здесь вопрос, опять же, к воспитанию. Кто его научил тем или иным моделям поведения на те или иные сложные жизненные ситуации? Хорошо. Как распознать, что ребёнок собирается совершить преступление? Это вообще возможно? Какие-то признаки, может быть, есть общие? Ну, конечно, если родитель, воспитатель, он внимательно относится к человеку, к подростку и к ребёнку, то, конечно, это распознать можно. Ну, во-первых, это определённая замкнутость, да, когда ребёнок что-то вот сам с собой находится. Это такая, ну, скажем, отрешённость от, ну, каких-то семейной жизни, да, общественной жизни. Это то поведение, которое, в принципе, можно заметить, оно выбивается из нормы, да, когда ребёнок может устраивать истерики, знаки протеста, всегда всем доказывать. Когда родители замечают, что у ребёнка, например, появился устойчивый, именно устойчивый такой интерес там к той или иной сфере. Ну, например, что касается, может быть, религии, да, ну, какие-то вот, ну, как их так в бытовом смысле назвать, извращённые подходы к пониманию, да, этой темы. Либо когда вы видите, что ребёнок заявляет, да, что мне этот закон, да, там законы всем не писаны. Ну, то есть какие-то вот такие, ну, явные рассуждения, которые пропускать нельзя. Всегда важно включаться в диалог с ребёнком, разговаривать с ним, попытаться с ребёнком, с подростком понять его истинные, ну, как представления в той или иной сфере, чтобы у родителей была возможность либо транслировать ребёнку общечеловеческие ценности, те, которые отражают суть и реальность, да, как-то попытаться скорректировать. Но если вы видите, что у ребёнка настолько устойчиво уже, такое заблуждение в чём-то, то, конечно, всегда нужно обратиться к психологу. К психологу, либо к психотерапевту, в зависимости, ну, там, от тяжести уже той или иной ситуации. Разговор продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь на седьмом. Мой Красноярск – это могучая, красивая река, свежий ветер, сибирская природа. Мне нравится вместе с детьми гулять по набережной, кататься на велосипедах, кидать камни в Енисей в живописном месте возле мужского монастыря. А чего стоит гремячая грива, где любим ходить после работы с подругами? Мой Красноярск – это моя жизнь, моё состояние души. Мы снова в студии «Семь». Гость программы Ирина Селиванова – психолог-специалист по возрастной психологии. Мы говорили о терроризме, о детском и подростковом. Скажите, что движет детьми, которые решают покончить жизнь самоубийством? О, это отдельная, очень серьёзная, конечно же, тема. И это серьёзные психологические проблемы. Это понятно. Это некая психологическая неустойчивость, которая не даёт ребёнку или подростку возможность, силы, видение того, как можно справиться с той или иной проблемой в жизни. То есть это как раз всё то, что опять же закладывается в раннем детстве. И никуда мы в этой ситуации не уйдём, а опять от той же самоценности. Потому что чем выше человек ценит себя и свою жизнь, тем больше, чем больше у него вот это вот безусловное представление о том, что каждая человеческая жизнь, ну и моя собственная в первую очередь, это ценность, высшая ценность для жизни и для меня, тем, конечно же, ну менее, а может быть вообще сводящиеся к нулю вот эти мысли о том, что с жизнью можно каким-то образом свести счёты. Это вот, это очень важный такой основной момент. Существует возраст, я заметил просто и на своём опыте, и на опыте своих детей, когда дети начинают задумываться о смерти. И вот они какие-то вопросы задают. Это типичное такое, интерес? Ну, сегодня, во-первых, нужно отметить то, что возраст того, когда дети задумываются, или в принципе, не то, что я задумываюсь, как уйти из жизни, а в принципе, о самом факте, о смерти, о том, что можно причинить себе вред настолько, что ты уйдёшь из этой жизни, этот возраст снизился. То есть если раньше мы говорили о возрасте там после 12 лет, когда уже начинается подростковый вот этот период, бушуют гормоны, меняются представления о жизни, то сегодня дети уже в 9, в 10 и в 11 лет, то есть этот возраст снизился, уже задаются вот такими вопросами, могут об этом там в той или иной степени думать. Поэтому, конечно, этому нужно уделять отдельное внимание. С детьми всегда нужно быть в контакте, самое главное. То есть почему у ребёнка возникает мысль, может возникнуть в тех или иных ситуациях, о том, что с жизнью можно каким-то образом попрощаться. Как правило, это чувство одиночества, чувство ненужности и чувство непризнанности, что как будто ты не важен, как будто ты не имеешь значения, как будто тебя никто не слышит. Это может быть в отместку. Конечно, конечно. И когда человек, ребёнок, подросток в это верит, что он никому не нужен, его никто не слышит, он вообще ничего из себя не представляет. Ах, я сейчас вам покажу, я сейчас вам докажу, что я имею место быть, я имею место там, имею право на что-то сказать, на что-то делать, и вы там обязаны меня слышать, видеть и понимать. Конечно, это вот в основе лежит. Как распознать такие предпосылки такого поведения? Ведь явно это будет намерение уйти из жизни. Они прям сильно не будут похожи на то поведение, в котором обычно ребёнок, он может быть забитым, смирным. Как увидеть? Важно быть в контакте с ребёнком, это самое главное. Вот смотрите, девиантное поведение, вот это отконяющееся поведение, оно, о нём нельзя сказать однозначно. Это вот первое, второе, третье, всё, значит, это вот эти признаки. Нужно обязательно ещё понимать и те личностные психологические акцентуации, которые есть в характере у конкретного человека, у конкретного подростка. И исходя из этого, мы уже, конечно, с ребёнком взаимодействуем. Если ставить вопрос так, что как распознать, опять же, замкнутость, уход в себя, отклоняющееся поведение, когда ребёнок заявляет о том, что там «я вам всем покажу», «я вам всем докажу» или «ах, вы у меня там все узнаете», да, либо это наоборот то, о чём вы говорите, что ребёнок настолько замкнут, да, и вот он уходит в себя. И каждый родитель, каждый воспитатель, тот взрослый, который несёт в той или иной степени ответственность за этого ребёнка, за этого подростка, конечно же, он распознаёт эти моменты, если внимательно относится к своему, ну, чаду, к своему воспитаннику. Поэтому эти моменты, они не проходят быстро, они не проходят незамеченно. Это когда вот ребёнок или подросток целиком и полностью предоставлен самому себе, когда это, знаете, там, ну, про бродяжничество, например. Ну, тогда кто тут распознает то, что ребёнок не находится в контакте со взрослым человеком. А так, конечно, эти моменты, они проявляются, и к ним нужно внимательно относиться. Всегда важно задавать встречные вопросы ребёнку. Что именно ты имеешь в виду? Расскажи поподробнее. «О, слушай, а мне интересна твоя позиция?» То есть всегда важно разговорить ребёнка, быть с ним в контакте. И тогда вы поймёте его истинные намерения. Потому что, ну, я понимаю, что наше большинство населения такое достаточно тревожное, и вот эта любая фраза «я вам всем докажу», да, она может вызвать там панику у большой части, большей части родителей. Но здесь же важно поговорить с ребёнком. И вполне достаточно бывает так, что вы его успокаиваете, вы ему показываете иные способы реагирования на те или иные проблемы. И тем самым вот в корне здесь же, в зачаточном, да, моменте решаете какую-то проблему. Ну, а полное бездействие и такое невнимание к ребёнку, оно, конечно, усугубляет его собственное положение. И он больше и больше хочет всему миру что-то доказать. Вот следующий вопрос я хотел задать как раз. Что лучше? Отстраниться и предоставить ребёнка самому себе или давить на него? Ну, то есть, получается, это крайности. Это крайности. Никогда нельзя оставлять ребёнка и предоставлять ей подростка самому себе. Но давить именно тоже не нужно. То есть, вот это правило золотой середины, оно уместно, мне кажется, во всех сферах жизни и в том числе в общениях с ребёнком. И первое, что могут сделать, ну, если мы говорим о родителе, то это ещё раз говорю, откровенный, открытый, свободный, безоценочный, неосуждающий подростка разговор. И далее, исходя из этого разговора, адекватные, ответственные, да, в первую очередь родители, они уже делают вывод, что делать дальше. Привлечь помощь психолога, то есть обратиться к психологу, поговорить уже с ним. Но здесь опять же, смотрите, говорить о том, что один такой ребёнок или один такой подросток является эпицентром, ну, там, в кавычках, всего того, что он делает, в корне неверно. Потому что если подросток или ребёнок живёт в семье, и у него наблюдается вот это отклоняющееся поведение, проблема в семье. И помощь психолога нужна всей семье, а не одному ребёнку. Потому что, ну, отправите вы ребёнка к психологу, поработает он с ним, получит какие-то задания, возможно, даже снизит уровень своего внутреннего напряжения, возможно, даже изменит свои взгляды на жизнь там в той или иной степени или на какие-то вещи. Он вернётся в свою семью, где наблюдаются те или иные, ну, так скажем, ну, антисоциальные, может быть, да, там, какие-то там взгляды и течения. То, кто большее влияние на подростка оказывает? Конечно же, семья. То есть, поэтому в этой ситуации работа нужна со всей семьёй. Спасибо вам за ответы. В студии «Семь» была Ирина Селиванова, специалист по возрастной психологии. А мы с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин